Дом культуры По линии организации, в которой она работает, Мария ездила на практику в Лейпциг, где обменивалась опытом работы с молодежью. В частности, она общалась с ребятами из клуба «Ювентус». «Ювентус» – вообще клуб русскоговорящей молодежи, которая приезжает именно в Лейпциг жить. То есть они помогают обустроиться, понять, где элементарно в магазинах дешевле продукты покупать, где, куда, в какую столовую ходить. Ну, то есть какие-то такие вот бытовые истории. Они организуют досуг, как вот у нас есть, наверное, клуба «Симберцит», который всякому разным вообще занимается. Маша, конечно, знала, что немцы педантичные, но все равно эта черта их характера произвела на нее неизгладимый эффект. Если у них валяется бумажка, например, на улице, то ее обязательно поднимут, но не граждане. А именно они позвонят и скажут властям о том, что у вас тут бумажка валяется, и нужно поднять. За это они платят очень много денег налогами. Есть и оборотная сторона этой правильности. Например, при нас, когда мы там были, на перекрестке перестал работать светофор. И просто движение остановилось, потому что никто не ехал по правилам дорожного движения на перекрестке. А все стояли и ждали, когда починят светофор. Другая участница вечера Юлия Ивашенко поехала в Германию в октябре прошлого года по рабочей визе. Она устроилась учителем русского языка в школе, расположенной в небольшом городке Тюрингии. В гимназии, где я работаю, у них есть на выбор три языка. То есть английский они учат обязательно все. И у них уже в 11 классе очень хороший уровень. Они свободно разговаривают, потому что в 12 классе они должны сдать обязательно экзамен по английскому. Сюда входят и устные части, и письменные. Так что разговаривают они вообще. Я так не могу. Вот. И три языка на выбор. Это французский, русский и латынь. Все было бы хорошо, но пандемия коронавирусной инфекции внесла свои коррективы в спокойную жизнь маленького немецкого городка, где работала Юля. Как оказалось, самое сложное для нее было попасть домой. Я прилетела потом в Москву. Это был очень сложный процесс, потому что рейсы были два раза в месяц. Их выпускали два раза в месяц. И это был аэрофлот, который стоит просто как крыло самолета. Я за вывозной рейс дала из своих денег 225 евро, и их, естественно, никто не вернул. В Москве Юлю на сутки посадили в противовирусный обсерватор. Хотя на тот момент Германия была уже достаточно благополучной стороной в плане эпидемиологической обстановки. В Ульяновск она приехала на транзитном автобусе через 20 часов. К слову сказать, немцы до сих пор считают, что по российским городам бродят медведи, а все русские пьют водку. Ирина Антонова, Владимир Куликов, Новости Улл Правда ТВ.